Радио Шансон 104.4 Сегодня в программе «Надежда, маленький оркестрик» я, сексолог, психолог, профессор и прочее, 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 Лев Щеглов, с удовольствием с вами буду обсуждать проблемы, касающиеся самого главного, что есть в нашей жизни, а именно проблемы человека, проблемы его интимной сферы и вообще его жизни. Рад контакту с вами. Удачи вам! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, любимый город! В эфире радио Шансон Санкт-Петербург 104.4FM. Это программа «Надежда, маленький оркестрик». Меня зовут Родион Варежкин, и рядом со мной мой замечательный соведущий Дмитрий Московский. Всем пламенный привет! Всем приликнул к своим радиоприемникам и слушает программу «Надежда, маленький оркестрик». Всем, кто сегодня углубится в очень интересную и интимную сферу, но какую и что за гость у нас, мы поговорим буквально через минуту. Это не так, Дима, Дима. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор-сексолог, врач-психотерапевт Лев Моисеевич Щеглов. Лев Моисеевич, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Итак, дорогие друзья, мы будем с вами двигаться по нашей передаче, разговаривая о самых разных темах. Я уверен, что вы захотите принять участие в нашей беседе, потому что вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, они, ну, в общем, касаются каждого из нас. Если не лицемерить и смотреть честно себе в глаза. Поэтому тема передачи сегодня достаточно щекотливая. Присоединяйтесь. Присоединяйтесь. Но перед тем, как мы послушаем музыкальную композицию для того, чтобы сделать некую паузу и чтобы вы могли собраться с мыслями и приготовить свои вопросы. Номер прямого эфира 325-1044-325-1044-4. Также пишите нам смс на короткий номер 1030. В начале сообщения пишите SPB. Итак, короткий номер 1030. В начале сообщения пишем SPB. Ну, и самое главное, потому что наша передача без подарков просто немыслима. Прямо сейчас, на том самом месте, то есть не на том самом месте, а рядышком с тем самым местом, где стоял и будет стоять наш замечательный крейсер Аврора. Стоит наш автомобиль, который, видимо, временно на сегодняшний вот этот час нашего эфира заменяет сам крейсер Аврора. Гост номер 929. Серебристый автомобиль на аварийке. Вас там ждут два подарка. В частности, две книги от Льва Щеглова с автографом. Там плюс первый приз, там, бейсболка. Огромное количество жевательной резинки. Жевать не переживайся. Функциональные жевательные резинки. Да, да, да. И второй приз, там, все то же самое без бейсболки, тоже книжка. Есть книжки разные, замечательные. Итак, рядышком с тем местом, где вечная стоянка нашего замечательного крейсера Аврора. Вас ждут подарки. Оставайтесь с нами. Мы сейчас уходим на музыку, возвращаемся и начинаем с самой, что у него есть, серьезный разговор. Напоминаю, у нас в гостях Лев Щеглов. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Что же между нами осталось? Пустяк, какая-то малость. Но я, папа, тебе так скучаю. Не лето, не лето, не лето, не лето, не летою. Но я, папа, тебе так скучаю. Я, папа, тебе так скучаю. Но я, папа, тебе так скучаю. Не лето, не лето, не лето, не летою. Но я, папа, тебе так скучаю. Не лето, не лето, не лето. Не лето, не лето, не лето, не лето, не лето, не лето, не лето. Но я, папа, тебе так скучаю. Мне не всё равно Что же между нами осталось? Пусть такая отомалась Нелетая, нелетая, не летаю Но я, папа, тебе так скучаю Нелетая, нелетая, не летаю Ну что же между нами осталось? Да пустя, какая отомалась Но я, папа, тебе так скучаю, не летаю, не летаю Надежды Маленький Оркестрик. По вторникам на Радио Шансон. Шикарнейших подарков. Вот, собственно говоря, и все. В которой есть брелоки, в которой есть функциональная жевательная резинка, а главное, литература, дарованная нашим гостем. Ну что ж, самое время начать беседу, Лив Моисеевич. Я, вы знаете, решил как-то, что называется, издалека. Помнится начать нашу беседу в 80-е годы. В середине вышел замечательный фильм, в котором Ирина Мирошниченко играла психолога. И, что называется, по принципу «сапожник без сапог», потому что она сама стояла на грани серьезного, драматичного разрыва со своим супругом. И к ней пришла такая иллюстративная часть была. Пришла пожилая пара, которая никак не могла наладить отношения. И в кулуарном персонаж Мирошниченко регулярно пересекался с персонажем Ермольника, который в то время, ого, был сексологом. И он как-то ей сказал, а ты посоветуй им позу сменить. Что им сделать? Ты посоветуй им позу сменить. Ну, она как-то не взяла это в толк. И в расстроенных чувствах раздираемые внутренние противоречия. Чужие проблемы наслаиваются. И когда эта пожилая пара пришла, я стала опять выливать на них свои проблемы, на нее свои проблемы, она взяла и лапнула им, а вы позу поменяйте. Они сначала не поняли, о чем идет речь. Какую позу? В какие позы мы должны вставать? Я сказала, как? Вот у нас есть сексолог, и тут их как молнии прошибло. Они на нее жалобу накатали. Они ее обругали. В общем, я к чему это говорю? Когда? Когда же началось серьезное отношение человека по профессии сексолог в нашей стране? Вы знаете, это один как бы из странных парадоксов. Бурнейший взлет и начало нашей профессии, по крайней мере, ее некоторое официальное звучание, пришлись на годы, которые вроде бы называются годами застоя. Ну вот я вам скажу, что я в 1976 году открыл первый в городе Ленинграде психотерапевтический кабинет, которым я заведовал, где было написано с правом консультирования пациентов с семейными проблемами. Потому что половые, сексуальные, это невозможно было произнести. И вот это один из парадоксов. Как помните, про более жесткое определение слова «попа»… Да, конечно, конечно, конечно. …как же это нельзя произносить? Как бы попа есть, а слово нет. Место есть на теле человека, а слова нет. Да. Дорогие друзья, я, ради бога, перебиваю… А я думал, что ты там, извини, у нас уже есть победители, те ребята, которые… Да, уже… Вау, реактивные. Реактивные. Я предлагаю сейчас прямо вывести ребят в прямой эфир, и потом мы продолжим разговор, тем более, что тема она не упущена. Алло, алло. Алло, Родион, добрый вечер. И у нас уже есть первые, так скажем, победители, которые в тройном, так скажем, лице… В тройном лице. Они втроем… Они втроем как собираются делить призы? Да, они втроем… Ну, я думаю, потерят, побратки. А вот, собственно, хотим дать слово Владимиру, который настроил радиошансон непосредственно на приемнике в машине. Так, ну, давайте трубочку, Алис, спасибо. Да. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Вы в прямом эфире радиошансон 104.4, программа «Надежда и маленький» оркестрики, Родион Варишкин. Скажите, пожалуйста, каким образом вы будете делить кепку? Что, каким образом будем? Делить кепку, которая досталась вам в подарок. По-братски. По-братски. У нас в студии сейчас Лев Моисеевич Щеглов сидит, известный сексолог и профессор. Может быть, у вас по случаям появится желание получить битнесу? А, стоп, 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 стоп. Что уж, трубочка ушла? Алло? Да, да. Может быть, у вас есть вопросы какие-нибудь к нему? Да нет, я что-то за лугию могу заплатить. Ну, ничего. По нашей теме подарок напоминает мне песенку такую лирическую. Втроем с тобой, втроем с тобой. Отлично. То есть ребята там отдыхают не на шутку. Да, да, да. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Хорошего настроения на весь вечер. Итак, вот, собственно говоря, были наши победители. Мы возвращаемся к беседе. Я думаю, что на все незаданные вопросы они получат исчерпывающие ответы из той литературы, которая вложена в подарочные наборы. Ну, я думаю, что такие вопросы просто не все готовы задавать. Да, да, да. В эфире, но все странно. Потом есть же такая отмазка замечательная. У меня по этой теме никогда нет никаких вопросов. Или же еще вариант. Вы знаете, вот у моей подруги, на самом деле, конечно же, или у моего друга, ой, или у моей родственницы, или у моей соседки, или соседа, вот мой друг. Это все бесконечно проходило. Итак, возвращаемся к истории, вот, открытия первого кабинета, тогда, да? Да, и я могу сказать, что в 80-е годы, в 80-е, начало 90-х был расцвет отечественной сексологии. Во-первых, мы добились того, что в 90-е годы в реестр официальных врачебных должностей и специальностей было вынесено врач-сексолог, так же, как врач-гинеколог, психиатр, окулист, лор и так далее. Другое дело, что профессионалов в стране сегодня, увы, менее 70 человек, хотя профессия существует. Вот, и в 80-е и 90-е годы мы были дико востребованы, дико, очереди были, потому что это было таинственно, потому что это было на уровне по улицу слона водили. Сейчас это как-то уже мягче, хотя многие не очень понимают, все равно разница между сексологом, урологом, психологом, психиатром. А еще есть сексопатолог, если я ошибаюсь. Начиналось сексопатолог, потом решили, что это излишне пугает людей, так же, как раньше был невропатолог, а сегодня невролог. Вот из таких соображений. Но и по большому счету, действительно, сексолог, он же не только патологией занимается. В нашей сфере без понимания философии, целого ряда психологических дисциплин, иногда культурологии, невозможно понять человека, потому что человек – социальное существо. Он, с одной стороны, состоит из костей, сосудов, гормонов, а, с другой стороны, из мифов, из забытых детских воспоминаний, из бессознательной своей сферы, которая, скажем, действительно у славян одна, у европейцев несколько другая и так далее. Вот. А, к сожалению, еще сегодня очень много жуликов во всех сферах и в нашей псевдосексологе, какие-то экстрасенсы, какие-то влиятели, внушатели, колдуны, шептуны. И как-то вот того восторга, который был в начале, энтузиазма мощного и со стороны молодых докторов и психологов, и со стороны публики, нет. Ну, может быть, это и справедливо. Все стало спокойнее. Ну, если мы будем брать профессиональную сферу, не будем брать, вот как вы эти шептуны, колдуны. А как определить, что вот этот профессионал есть серьезный профессионал, а не есть просто вывеска на двери? Потому что вы же не принимаете, условно говоря, в поликлинике, в обыкновенной. Согласен. Это очень сложно, но сегодня для этого все-таки есть, а, лицензии. Если специалист-сексолог вывешивает у себя непонятные нормальному обычному человеку, это всегда подозрительно, какие-то штуки. Есть дипломы, есть лицензии, есть мнения, есть форумы в интернете. И этим обязательно надо заниматься. Если ты не имеешь четкого какого-то товарища, которому доверяешь, и он тебя ведет, надо этим обязательно заниматься, можно нарваться на безумца, который не только не поможет, но и навредит. Слишком тонка сфера. Я хотел бы немножечко разбить опять беседу. Значит, у нас есть другие победители, Алексей и Виктор. У нас первые было трое, теперь их двое, Алексей и Виктор. Все-таки у нас передача непростая. И вот Олег, такой замечательный парень, который приехал третьим, к сожалению, остался без подарка, но очень просит передать привет девушке Маше Небывицы. Очень просит. Машенька, вам привет от Олега. Это радио Шансонска 4.4. Я на себя немножко возьму инициативу. Конечно. Хотелось бы поговорить на вещи, которые меня как простого совершенно человека беспокоят и интересуют. В первую очередь сейчас о том, что интересуют. Вот, 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 пошло. Я помню, как в 80-е годы я ходил в кинотеатр, допустим, на человека с бульвара Купуцинов, потому что в одной из сцен, я ходил не один раз, потому что в одной из сцен Александра Аясме, она опускалась в бочку, да, и она была обнажена, и тогда это считалось высшим пилотажем с точки зрения эротики. Или выйти замуж за капитана, где, наверное, Голио подпрыгивала в воде. И в эти сцены даже вырезали в некоторых кинотеатрах. За последние 30 лет это все настолько радикально изменилось, особенно, ну, не только при интернете, это и до того видеокассеты и прочее. Огромное количество сексуальной информации. Это видеофильмы, это и порно, да, и более доступная проституция всего. Что изменилось вот с вашей стороны, с точки зрения практикующего сексолога, в поведении людей? Как это отразилось вообще в положительной или отрицательной стороне? Мощно отразилось. Вы знаете, человечество, начнем так очень глубоко, да, человечество всегда мечтало о гармонии, о какой-то золотой середине. Об этом мечтали многие талантливейшие умы. Когда маятник качается, то плоха одна точка влево, и также плоха другая точка вправо. То есть, пуританство, вот эта советская заунывность, где надо обязательно ночью, без света, звука, да еще теща, может быть, за шкафом спит. Когда, если ты, как кто-то очень смешно, кажется, даже Чехов иронизировал, сегодня изменил жене, а завтра изменишь отечеству. Вот эта вся гнусность и мука, которая просто переламывала и перемалывала людей, и которую сегодня некоторые депутатики пытаются снова подтянуть, это ужасно. Это ужасно, потому что у человека одна жизнь, даже если он верующий, то другая жизнь, в которую он верует, и это его право, она будет другой. А эта земная жизнь одна, и лишать его радостей в хорошем, нормальном смысле важнейшей сферы – это гнусность, тупость и подлость. Теперь берем откачивание маятника в другую сторону. Бесконечная эксплуатация сексуальной темы, вульгаризация секса, представление о том, что и чувства можно купить за бабки. Когда чуть ли не… Я еще понимаю рекламы нижнего белья, но начинают там чуть ли не рекламировать валенки с помощью обнаженной женской груди, когда эта информация становится избыточной, снимается покров тайны, тебя как бы это окружает. Ты не хочешь, а тебя окружает это. Это приносит тоже не очень хорошие плоды. В чем это выражается? Смотрите, я не придумываю. Мне легче вспомнить, чем придумать, потому что я думаю, что за свою жизнь я проконсультировал, но около 10 тысяч человек, это точно. Значит, вот представьте, что сегодня происходит, и еще раз, поверьте мне, выдумывать просто скучно. Ко мне приходит на консультацию некий молодой человек, ему 27 лет. Он совершенно здоров. Я пропускаю детали, обследован гормон и предстательное ожилие. Все в порядке. Он девственник. Он симпатичный внешне. Единственная причина, почему он не может начать сексуальную жизнь. Повышенное стеснение, тревожная мнительность, жесткое воспитание в детстве. Здоровый, крепкий, красивый. 27 лет. Рассвет. Вслед за ним приходит 16-летняя девочка, девушка, у которой в прошлом уже пара абортов, опыт группового секса, 40-50 партнеров. Пришла спросить. Робко так. Да. Посоветоваться. Вы же специалист, причем без тени сомнения. Я параллельно живу с двумя парнями. И чего же я буду обманывать? Нормально, если мы втроем будем заниматься сексом и всякое? Понимаете? Вот в голове у одного и в голове у другой. Какие яркие примеры? Потому что, еще раз говорю, каша, национальное блюдо, это каша в голове. Я предлагаю сейчас уйти на музыку и к вопросе о каше вернуться уже после нее. И к кинематографу в том числе. Дорогие друзья, я напоминаю, вы слушаете радио Шансон Санкт-Петербург, 104.4 FM, это программа «Надежда и маленький оркестрик». Номер телефона прямого в эфире 325-1044. Пишите нам смс на короткий номер 1030 в начале сообщения. Пишите SPB. Задавайте вопросы на самые щекотливые темы. Лев Щеглов у нас в гостях. Это же праздник настоящий. Оставайтесь с нами, Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша. Вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить вниз головой, Когда такое небо есть надо мной, И, кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хвостом и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, Не побоясь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Я был Богом в прошлую ночь, Я отыскал дорогу и выбежал прочь. Богом стать просто, если уже не хочешь. И не начинал плакать, дом покидая в ночь. Но оказалось даже тогда, Что все дороги свет идут никуда, И даже когда под ногами блестрит вода. Бог просто не может странником быть всегда. Может, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть фланг из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, Не побоясь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Поднимаю свой воротник, Ругаю дождь и слякать, будто старик. Бегу за толпою, видно, уже привык. И в памяти небо, как нереальный блин. Но однажды мне станет легко, И будет все неважно и далеко. Меня примет небо, свой неземной покой. И я стану просто облаком над рекой. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть фланг из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, Не побоясь в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Надежда «Маленький оркестрик». Программа о музыке и любви. Продолжается программа «Надежда «Маленький оркестрик»» на радио «Шансон» в Санкт-Петербург. Микрофон Родион Варежкин. Мой соведущий Дмитрий Московский. В гостях у нас Лев Щеглов. В общем, дополнительные представления, по сути, не нужны. Я напоминаю о том, что телефон прямого ЮСИРа 325-1044-4, а также можно писать смс на номер 1030 в начале сообщения. Не забывайте писать СПБ. Можно задать вопросы Льву Моисеевичу, и он, я думаю, сможет на них ответить. Я очень хотел бы продолжить свой вопрос, который я начал задавать в прошлом нашем выходе. Потому что как раз и прозвучало, вот очень хорошо в этом контексте прозвучало слово «комплексы». И я думаю, ну, по крайней мере, по своему опыту, что с комплексами живет огромное количество людей, подавляющее. И сам я проходил через эти периоды становления, вот это непонимание, что можно делать, что нельзя делать, принятие себя, то есть каким я могу нравиться, и должен ли я быть каким-либо, чтобы нравиться. И я знаю, что, опять-таки, на своем опыте, что очень многие проблемы в сексуальной сфере, они, в общем-то, соединены с этим мироощущением. И вот я хотел бы у вас спросить, Лев Моисеевич, вообще грань вот этой сексуальности, то есть вот грани золотой середины внутри человека, как ее определять? То есть вот как принятие себя, вот, допустим, в этом понимании, насколько я нравлюсь женщинам, или, допустим, насколько женщина нравится мужчинам, то есть как к себе правильно относиться для того, чтобы избежать большого количества этих проблем? Сложнейший вопрос, потому что это зачастую не зависит от самого человека, увы. Это зависит от чего? Это зависит, первое, от семьи. Происходит в высоком смысле этого слова воспитание. Воспитание как человека и воспитание как мужчины или женщины. Но в идеале это еще бы зависело, кроме воспитания, от просвещения. Но, к сожалению, и я думаю, что это когда-то будет оценено как преступное решение, с 1996 года сексуальное просвещение в нашей стране, в школах, а это место, где концентрируется 99% будущих мужчин и женщин, не проводится, пошли на поводу у всяких клерикальных кругов, каких-то там, не знаю, объединений старых большевиков, а как бы чего не вышло. И если, еще раз хочу сказать, у человека от рождения все в порядке, он здоров, потому что бывают и проблемы, и гормональные, и всякие. Он родился здоровым, первое. Второе. У него хорошая, полноценная семья. Мама, папа. Его любят. Папа с ним, если это мальчик, и мама с ней, если эта девочка, со временем начинают проводить беседы, что есть пол, о том, что это естественно, и гигиена, и секс, и предохранение. И если параллельно есть места, где не под руководством депутатов или священников любой религии, а под руководством специалистов происходит постепенное просвещение, то человек рождается, фу, то человек становится полноценным в том смысле, что он понимает физиологию секса, свои желания, другого человека желания, нежелания, но в то же время, то, чего многие сегодня, к сожалению, лишены, он понимает, что такое любовь, что такое чувство, что такое эмоции, что такое доверие, бережность, и получается гармоничный, отличный сексуальный партнер, отличный влюбленный и со временем отличная жена или муж. Вот это основное. — А бывали ли случаи в вашей практике, которые можно было бы озвучить как положительный пример, то есть не называя, естественно, никаких имен, а вот теоретически был человек, у которого были, допустим, проблемы, неполная семья, жесткое воспитание, ну, как вариант, да? То есть я строю антонимы к вашим словам, и все было неблагополучно, непринятие себя, неспособность построить взрослые отношения, а вот как раз-таки там девственник в 27 лет или девственница в 35, да, не понимая ничего, но после определенной работы над собой, создание семьи, или, допустим, просто свободная, самодостаточная жизнь, принятие и вот уход от этих проблем. Безусловно, безусловно. Вот с одной стороны, я же уже много лет как бы преподавательской работой занимаюсь, ну, как бы для врачей, для психологов читаем лекции, я всегда привожу вот такую, как бы фишечку, штучку, и это совершенно справедливо, это не для иллюстрации такой художественной. Хирург, эффективность его такова, он может оказать помощь 70% тех, кого он берется оперировать, гнать в три шеи. Сегодня такая высокая есть возможность эффективно это делать, что сегодня хирург должен оказывать ту или иную помощь, ну, кроме безнадежных случаев, ну, в 90% случаев. И это относится ко многим врачебным специальностям. Если мне скажут, сексолог в той или иной мере помогает, сильно помогает, а то и решает полностью проблемы 60% обратившихся, я готов пожать ему руку и сказать, что это настоящий профессионал, потому что наша сфера очень трудна и очень запутана. В то же время, ну, 60% получили реальный результат, поэтому, безусловно, если человек готов, понимаете, к сожалению, вот это готов, то, что я сейчас произнес, не все понимают. Многие считают так, что значит готов? Вот я пришел к стоматологу. Критический уровень проблем, я так понимаю. Я пришел к стоматологу. Какая моя задача? Открыть рот, все. Дальше все, что произойдет у меня во рту, это результат мощной, профессиональной успешности стоматолога, меньшей и так далее. Вот я к вам пришел, все, какие дела? Нет, это совместная работа. Если ты хочешь избавиться от шлейфа проблем, неправильных каких-то набитых реакций, того или другого воспитания, печального первосексуального опыта. А сегодня с этим, знаете, какая дикая путаница? Если попы нам внушают, что первосексуальный опыт должен быть только в семье и до гробовой доски. Ну, это маразм. Ну, это все равно, это сказки. Это все равно, чтобы взять и сказать, все люди должны быть двухметрового роста и блондина. Ну, не будет этого никогда. Но с другой стороны, сегодня вот к вопросу Акаши в голове. У меня многие, зачастую даже умные люди спрашивают, скажем, доктор, скажите, у меня вот сыну уже 18 лет, я вижу, он какой-то стеснительный, он боится, что у него прыщички на лице. Не купить ли ему проститутку, чтобы вот он начал сексуальную жизнь? Ну, это идиоты просто. Потому что первый сексуальный опыт, и поверьте мне, я не буду погружать вас в долгую логику, просто из практики даже. Первый сексуальный опыт, самое лучшее, чтобы он был по любви. Другое дело, потом тебе будет казаться, какая это к черту любовь была, это глупость. Все, что угодно, но по чувству, а те родители, которые своему вот этому застенчивому парню приглашают какую-то проститутку, которая может у него одновременно вызывать и желание в силу возраста, и отвращение, и вообще представление о том, что все за деньги, и вообще по отношению к проститутке можно хоть плюнуть на нее, потому что она за деньги куплена, какие проблемы? Вот маразм с одной стороны, маразм с другой стороны. Вот так оно бывает. Я предлагаю уйти на музыку после... Без маразма. Да. Ну, тут уже как получится. Музыка без маразма. Я предлагаю уйти на музыку, дорогие друзья. У нас после этого будет... Премьера рубрики. Ну, премьера рубрики громко сказана. Мы будем слушать анонс от замечательного Альберта Жалилова. Он поделится с нами тем, как можно провести предстоящую неделю. У нас выходные на носу. Я напоминаю, что это программа «Надежда и маленький оркестрик». Это радио «Шансон» Санкт-Петербург 104.4 FM. Оставайтесь с нами. Служите самое лучшее радио. Что я могу еще сказать? Это мы. Снова гость в моей соседке. Дочка спит, торшер горит. А, да с ним на лице. По стеклу скребутся ветки, В рюмчике коньяк налит Со свиданницем. Вроде бы откуда Новая посуда, Но соседка Этим гостям дорожит. То поправит скатерть, То вздохнет не кстати, То смутиться, Что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, И она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казен, И не их это вина, Некого винить. Тот был первый гордым, Правильным был твердым, Но да бог ему судья, Да был бы жизнь. Сквер листву меняет, Дочка подрастает, И пустяк, Что не наточены ножи. Пахнет наволочка снегом, Где-то капает вода, Плащ в углу висит. На Москву упало небо, И зеленая звезда, Позднего такси. Далеко до сходни Не уйти сегодня, Он бы мог совсем остаться, Да и жить. Все не так досадно, Может, жили б складно, Ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром зимним, На ветру фонарь скулит, Желтая дыра. Фонарю приснились ливни, Вот теперь он и не спит, Все скрипит, Пора, 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 пора. Свет сольется в щелку, Дверь тихонько щелкнет, Лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, И неплохо даже, То, что в доме Не наточены ножи. Снег под утро ляжет, И неплохо даже, То, что в доме Не наточены ножи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Надежды Маленький Оркестрика Это радио Шансон Санкт-Петербург, 104.4 FM, Программа Надежды Маленький Оркестрика. У нас в гостях Замечательный человек, Лев Щеглов, Доктор медицинских наук, Профессор, Сексолог, Врач, Психотерапевт. Микрофон Родион Гларешкин, Мой сведущий Дмитрий Московский. Всем пламенный привет. Да, еще раз. Всем привет и привет. А325-1044 номер прямого эфира. Вот прямо сейчас у нас на линии Замечательный наш питерский певец Альберт Джавилов, Который поделится с нами информацией Какой-нибудь. Альберт, добрый вечер. Да, здравствуйте, Уважаемые радиослушатели. Родион, Дмитрий. Привет, привет, Альберт, приветствую. Доброй ночи. Добрый. Ну, рассказывай, рассказывай, Что нас ждет? Есть у нас новости, да, И хотя август считается пустым месяцем, Потому что кто на гастролях, Кто в отпуске, Но я покопался в афише, И есть чем увлечься. Например, начнем с прекрасного Створения самого Фаберже. Если вы хотите знать больше О великом мастере, о его жизни, То приходите 6 августа В музей Фаберже на лекцию Петербургские ювелиры Современники Карла Фаберже. Это для эстетов. А если вы любитель быстрой езды, То красивые и стильные мотоциклы Стильный духом люди Сойдутся на 4 дня 6 по 9 августа В самом центре города, Новой площади, Можно сказать, в едином порыве, Имя которому Дни Харли Дэвидсон в Петербурге. 2000 участников мотопарада, 40 музыкальных коллективов, Ну и много-много всего интересного. Так что не пропустите. Если же вы поклонники, опять же, Эстетствующей музыки, То можете прийти в джазовую филармонию И послушать джазовую классику С 40-х, 50-х годов. Все это будет 7 августа. Так что готовьтесь, Запасайтесь джазовыми хитами И идите в джазовую филармонию. Если же вы поклонник театра, Вот, например, Дмитрий, я уверен, У нас поклонник театра, Так что новости для него. И Родион, ты тоже, да? Мы все поклонники театра. Эти новости для вас. Если вы поклонник театра, То добро пожаловать в Выборгский ДК Здесь 6 августа Олеся Железняк, Даниил Страхов И Виктор Логинов В комедии «Вокзал на троих». Если же вы скажете, например, Что «Любовь и голуби» — Это Гурченко и Михаил, Что правда, конечно, То вы будете не совсем правы, Потому что Александр Михайлов Далеко не только комедия «Любовь и голуби». И если вы хотите знать больше Об этом замечательном актере, То вы можете посетить его Творческий вечер 10 августа В театре Акимова. Ну и, конечно, Знаменитый уже спектакль «Крыся» Двухчасовой урок жизни С Дмитрием Нагиевым 13 августа в ДК Ленсовета Для любителей такого рода Антрепризных спектаклей Просим всех 13 августа в Ленсовета. Ну и кино. Давайте закончим на кино. Много новинок вышло на этой неделе. Ну, например, Что делать, если на землю напали Пришельцы в образе героев Электронных игр 80-х? Вот вы как думаете? Я думаю, надо идти в бомбоубежище. А я думаю, Я даже вам скажу, что надо делать. Нужно вызвать Адама Сэндлера, Его компанию, Его друзей. И рецепт спасения Можно посмотреть в комедии «Пиксели». Если же вы, например, Поклонник Майкла Дугласа И не верите, что он может Сняться в кинокомиксах, То вам прямая дорога На блокбастер от Марвел и Дисней Человек-Муравей. Вот такое забавное название, Но фильм интересный. Конечно, не забудем про очередную, Уже пятую по счету, Серию Приключенческого боевика Миссия невыполнима. Я поклонник Миссии невыполнима. Все те же лица Во главе с Томом Крузом, А также крутые тачки, Гаджеты, как обычно, Трюки и, конечно, Красивые женщины. Так что вот... Альберт, сам-то куда пойдешь? Я... Ну, я уже на многое сходил. Вот, например, Если говорить про кино. Ах, вот ты какой. А на что лично я пойду? Я бы сходил на Харли Дэвидсон, Посмотреть на мотоциклы, Посмотреть на большой парад. Это интересно, Тем более, что, Наконец, хорошая погода, Солнце светит. Так что я думаю, Что будет чем заняться, Что посмотреть. Наслаждайтесь И делитесь впечатлениями С программой надежды Маленький оркет. Альберт, спасибо тебе большое. Итак, дорогие друзья, У нас на связи был Альберт Жалилов. Альберт Жалилов, Звезда мюзикла План Игре И передачи Живой Звук. Ну, а мне, как сексологу, Видимо, на Фаберже дорога. На Фаберже все-таки, да? Понятно, Потому что основное его творение Это знаменитые... Знаменитые яйца, да. Лев Моисеевич Щеглов У нас в гостях. У нас еще остается четверть часа. Мы будем говорить. И, друзья, Телефон прямого эфира Три-два-пять-сто-четыре-четыре. Мы продолжаем нашу передачу. Ну, и разрешите В середине передачи Задать секоментальный вопрос, Который, собственно говоря, Наверное, на шеферу Нужно было начать. А вообще, как так получилось, Что вы стали сексологом? Ведь дело в том, Что если брать детей, Их детские представления о врачах, Это вот, я хочу стать хирургом, Я хочу стать терапевтом, Я хочу стать болитым, Лечить зверей. Трудно представить себе ребенка, Который скажет, А я хочу стать сексологом. Ну, да. Так, как бы, Ребенка сразу же надо повезти На консультацию, Но к психологу, да? Значит, ничего я не хотел, Никаких этих сказок, С детства, все. Более того, У меня из многочисленной семьи Никто не был медиком. Короче, я собирался стать философом В советское время на философский. С товарищем моим, Который успешно стал философом, Правда, теперь философом, Это в штате Невада. Значит, мой дядя один, Очень мудрый, Посидевший, Не в смысле седины, А в смысле зоны, В свое время. Ей и, да, понятно. Он сказал, ты полный идиот, Какая философия? Ты будешь заниматься философией Ближайшего райкома партии. На меня это произвело Какое-то действительно Мощное впечатление. Он мне сказал вдруг, Я понимаю, Тебе не нравятся точные науки, Отлично, иди в медицину, И дальше сказал ту фразу, Которую, оказывается, Говорили и великому писателю Василию Аксенову, Которую тоже кончил Наш Питерский мединститут. Иди во врачи, Врач и в зоне врач. Вот это их опыт, как бы. И вдруг я подумал, Что человек, Это же безумно интересно. Я и в философию собирался идти, Чтобы понять человека. Другое дело, С самого первого курса Я знал, что я не буду Ни хирургом, Ни гинекологом, Ни терапевтом, И дальше по списку. Я буду психологом, Психиатром. Я начинал с психиатрии, Потом психотерапия, И потом я увидел, Сколько связано И в норме, И в патологии проблем с сексом. И я сосредоточился на этом. Вот и все. Поэтому ничего я не мечтал, А в медицинском... С детства. Да, я хотел заниматься Психикой человека. Не его телом, А его психикой. Но все это произошло В стране, В которой, как известно, Секса нет, Если верить одному Из телемостов. Да, секса... Да-да-да-да. Я знаю эту тетю, Она, кстати, Немножко не то имела в виду, Но неважно. Разморновалась. Да, фраза шикарная. Ну, а если быть предельно честным, Учитывая ночное время, Да, Мы должны быть искренними. Конечно. Конечно, меня привлекала Некая загадочность профессии. И когда я стал этим заниматься, Очень многие девушки проявляли Очень сильный интерес К тем таинственным знаниям, Которыми я якобы овладевал. В сакральными такими знаниями. В юном возрасте это влияет. Лев Моисеевич, скажите, пожалуйста, Вот то, что волнует наверняка Очень многих девчонок, Да и мальчишек тоже, я думаю, Как принято думать, Что если девушка красивая, Безусловно, так скажем, Для девяносто процентов Мужского населения привлекательная, То у нее нет проблем. Не в сексуальной сфере и так далее. Вообще зависит это От внешней представительности? Зависит только самооценка. Конечно, если она объективно хороша, Она все время получает Такие психологические поглаживания, Как бы уверенность, Что я желанна, Я окей. Окей. И, конечно, тогда как бы легче. Но это совсем не снимает того, Что у нее могут быть серьезные проблемы. Не снимает, А так, скажем, облегчает. В плане самоуверенности, В хорошем смысле, И самооценки. А вообще, Как это вообще правильно сказать? В психологии есть такое понятие Нормальной средней самооценки, Которая может быть свойственна И очень красивая, Она называется ненормальная, Она называется адекватной. Адекватной смыслой. И это очень важно. Как добиться каждому человеку Этой самооценки? Нет ответа. Нет ответа. Нет. Потому что тогда бы я был Колдун или Господь Бог, Это очень тонкая и сложная сфера. Потому что, когда, например, Двухметровый гигант, красавец, Говорит, Я ничтожество, Я горбатый карлик. Это кривляние. Когда обычного телосложения, Среднего ума И средней внешности Человек говорит, Я бельмондо умноженный на всех красавцев. Это идиотизм. И так далее. Адекватность – Это как золотая середина в суждениях, Как золотое сечение. Это нечто, о чём мы все мечтаем. И это то, чему невозможно. Рецепт, как бы, приготовления харчо. Взял, записал, приготовил. Нет. Трудно ответить. А давайте по острым вопросам таким Пройдёмся на сочном. Вообще, проституция – это хорошо или плохо в жизни мужчины? То есть, если он, допустим, Я имею в виду, конечно, Точный потребитель. То есть, вообще нормально, Что женатые мужики ездят к проституткам? Если это спонтанно, изредка, У человека, который имел уже и секс, и любовь, Это никак. Если это для одиночки, волка, инвалида, Безногого, страшного внешне, Это хорошо. Это для него даёт счастье и жизнь. Если это становится предпочтением Из-за какой-то психологической лени, Вместо того, чтобы добиться какой-то женщины, Полюбить её, ну, или влюбиться, Заставить её влюбиться, Это очень плохо. Если это первый сексуальный опыт, Это тоже плохо. Ну, один философ сказал, Истина конкретна. Для Иванова это никак, Для Петрова это хорошо, Для Сергеева это очень плохо. Существует вообще концепция Длительных идеальных отношений. И насколько нормальные или ненормальные люди, Которые не могут следовать этой истории. А я имею в виду, поженились в 25 лет, Вместе прожили, допустим, 40 лет, Ни одной измены. И вот душа в душу. Или ты утопия? Это чаще мечта и сказка. Другое дело, Плох тот человек, Который об этом не мечтает. Это циник, Это несчастный, Какой-то кастрированный, Который только хочет просто Одну деталь вставлять в другую деталь, И получать какие-то ощущения. Это мечта для всех, И это крайне редкая история в реальности. Но она бывает. Я встречал таких. Другое дело, Кого больше? Ну, конечно, Это считанные разы. И человек, Он же проходит жизненный путь Обязательно с какими-то спотыканиями. И иногда измена, Расставание. Это, наоборот, Как бы тренинг для человека И для его будущего. Ну, может быть, Вот верующий человек сказал бы, Это божественное отметина. Обычный специалист сказал бы, Это некая случайность. Ну, вот вы помните рост И все это Валуева, да? Есть такой человек. Ну, это крайне редко. Поэтому эти вещи бывают, Но они крайне редко. Вот встретились, И вот вошли, Как, так сказать, Втулка в какого... Вот они друг для друга. Вот они такие. Ну, крайне редко, Но бывают. — А вот разреши, Родион, Немножечко уточнить вопрос. Сделано в том, Что у Родион возник вопрос, Который возникает Стандартно у большинства мужчин Относительно проституции. Мы привыкли, Что проститутка — это женщина. Но, простите, Наша современная цивилизация Добилась равнобравия полов. И теперь женщины, Богатые, деловые, бизнес-вумен Способны снимать мужчин. А вот в женской среде Оно насколько совпадает С мужским поиском любви за деньги? — Мы, Шекспир сказал, Весь мир театр, И все люди — лишь актеры в нем. Мужские роли Даже в самой демократичной стране Они все-таки отличаются существенно. Согласитесь, Когда идет 60-летний седой человек, А рядом семенит Обязательно на голову выше, Худенькая, На 40 лет моложе, Это как бы, Ну, Улыбка, Но это как бы принимается в обществе. — Такая вообще принятая норма. — Да. Но если идет, Представьте себе, Морщинистая, Вся уже переподтянутая 18 раз Женщина, — А у нас есть такие примеры. — Да. А рядом жиголо. Ну, это кажется Отвратительной гадостью. Это длинный спор. Так это или не так? Но мужское и женское Пока еще Очень существенно Различаются в сознании И людей, И общества. И посему Мужская проституция Считается ужасом. А женское, Потому что Мужчины, Увы, Себя считают Основными, А женщина, Как еще говорил Аркадий Райкин, Друг человека. — А отсюда еще один вопрос. Дело в том, Что в некоторых странах, Существенно, Как и в нашей стране, Полигамные отношения, То есть мужчин Много с женщиной. Есть и палеонтрические отношения. Одна с женщиной, Много мужчин. А вот с точки зрения Элементарной физиологии, Что из них продуктивнее? — Для мужчин Придумано, Что они полигамны. Это отмазка Для мужских измен. — Вот все. Суд свершился. Все, выносите. Лев Моисеевич, Уже просто буквально Остается у нас Несколько, Две, три минуты. Я обещал, Я должен об этом сказать. Дело в том, Что сегодня же Мы с подарками Две книжки ваши подарили. Давайте буквально В двух словах, Потому что действительно Остается три минуты. Что за книги Мы сегодня дарили, Чтобы наши радиослушатели Могли, Те, кто не успели приехать, Могли пасти в магазин И приобретите их. — Ой, в магазине Не приобретут. Это я с одной стороны Счастлив, Они все разлетаются, Мои книжки. Одна книжка Публицистическая такая, Записки сексолога Называется, Где в легкой манере Многое изложено И веселое, И забавное, И странное. Я горжусь, Что предисловие Написал покойный Уже Алексей Герман, Наш величайший, Старший Кинематографист, Гигант. Вторая книга Это под моей редакцией Сборник, Где и мои статьи И коллег статьи По разному секса. Это полезно И первое полезно, Но первое еще и забавно. Вот таким образом. — Ну, в общем, Что можно сказать? Друзья, Ищите книги Льва Щеглова, Самообразовывайтесь. И, Лев Моисеевич, От вас, Вот всем тем радиослушателям, Которые весь этот час Были с нами, Кто нас слушал, Напутствие, Пожелания, И мы закрываем передачу На сегодня. — Ну, давайте как-то так По теме, что ли, Значит, Да, Женщины, Обращаюсь к вам, Я, Дети мои, Берегите мужчин, Мужчины, Братья мои, Настойчиво Овладевайте женщинами. — Замечательно. Кто может сказать Лучше, чем Лев Щеглов? Дима, Твое слово, И мы обращаемся. — Ну, слава Богу, Ваш умысть поддержал Все время Советский кинематограф, Двумя фильмами «Берегите мужчин» И «Берегите женщин». Поэтому, я думаю, Оба девиза, Оба призыва И оба таких месседжа, Они востребованы до сих пор. Так что, Всем благ, Всем хорошего настроения И спокойной ночи В любом отношении. — За дело, Друзья. — Дорогие друзья, Весь прошедший час В эфире была программа «Надежда и маленький оркестрик». Это радио «Шансон» Санкт-Петербург 104.4 FM. У микрофона Весь этот час был Родион Варежкин. Рядом со мной Замечательный петербургский журналист Дмитрий Московский. А в гостях у нас был Доктор медицинских наук, Профессор, сексуолог, Врач-психотерапевт, Да еще и прекраснейший собеседник Лев Моисеевич Щеглов. Я желаю вам удачи, добра, Берегите себя И главное, Оставайтесь самими собой, Чего вам не стоило. Кстати, Ровно через неделю У нас Анастасия Мельникова. Не забудьте Включить вовремя Радиоприемники. И медицинскую сирену. Обязательно. Пока-пока. Музыка старых дворов, Комсомольских строек, Военных лет И заснеженных вершин В программе Надежды «Маленький оркестрик». Побледневшие те окна Зарастают прозрачной водой, У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь степла после долгой зимы Донесем Пять минут до утра Доживем Наше море вины Поглощает Время в дырах Это все Что останется После меня Это все Что возьму Я с собой С нами память сидит Устала А в руке Ее пламя свечит Пять минут до утра С вами Пять минут до утра Пять минут до утра Продолжение следует...